Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу подробнее рассказать о работе с портами ввода-вывода на ATT-NE10. Дело в том, что в связи с особенностью микроконтроллера, а еще вернее с особенностью в работающей с ним библиотеке, большинство привычных ардуиновских функций здесь недоступно. А примеров работы с данным микроконтроллером мало, да и они не всегда понятны. В этом видео мы разберем, как работать с цифровым сигналом, непосредственно обращаясь к регистрам микроконтроллера. То есть отправлять и принимать цифровой сигнал на различные порты ATT-NE10. Это аналог ардуиновских функций Digital Write и Digital Read. В том числе я покажу все на примере с подключением кнопки. Так что еще попутно мы затронем тему активации внутреннего подтягивающего резистора микроконтроллера. А в следующем видео поговорим о работе с аналоговым сигналом. То есть об аналогах функций Analog Write и Analog Read в Arduino IDE. Откроем сначала размещенный в примерах библиотеке SketchBlink. Написан он, конечно, совершенно неподходящим для освоения работы с микроконтроллером образом. Но, видимо, это самый компактный способ мигания светодиодом. Так как в скомпилированном виде Sketch занимает всего 66 байт. Но, напоминаю, у нас все-таки не 100 байт, а целый килобайт флеш-памяти. Так что экономить, жертвуя читабельностью кода, думаю, не стоит. Перепишем данный Sketch вот в таком виде. В начале директивы FKPU укажем текущую частоту работы микроконтроллера. Да, мы эту частоту задаем в параметрах библиотеки. Так что в Sketch могли бы и не указывать. Но так нам самим, и если кому отправили код, становится понятно под какую частоту работы микроконтроллера у нас написан Sketch. И это выручает ситуацию, если при загрузке Sketch установлена другая частота. Или тому, кому мы отправили Sketch, у него другая библиотека или вообще другая среда разработки. Частота у нас 1 МГц. То есть 1 миллион Гц. UL после цифр указывает то, что число относится к типу Unsigned Long. То есть беззнаковое число типа Long. UL можно не указывать, компилятор и так поймет. Но опять же, правилами хорошего тона считается указывать тип числа. Далее добавим 2 библиотеки. Стандартная библиотека AWR для работы с портами ввода-выводы. И библиотека для работы с таймерами. Которая дает нам удобную и привычную функцию Delay, задающую паузу в миллисекундах. Функции Setup мы также вначале записываем в регистр DDRB единицу. Тем самым назначая порт PB на работу с выходным сигналом. Только удобнее записывать в двоичной системе. Так сразу понятнее, какому порту какое значение мы присвоили. У нас их всего 4. Последний бит это PB0. Далее справа налево PB1, PB2 и PB3. Можно использовать еще вот такой вот вариант задания регистра DDRB. Кому как удобнее и нагляднее. В функции Loop мы записываем в регистр порт B значения, которые соответствуют высокому единице и низкому уровню сигнала 0. Соответственно последний бит это у нас порт PB0. И записывая в него единицу мы включаем светодиод. Далее пауза в одну секунду. И в этот же регистр записываем байт с нулем на конце. Тем самым подавая низкий уровень сигнала на ножку PB0 микроконтроллера. И отключая светодиод. Данную операцию можно записать всего с помощью двух строк. Где мы каждую секунду просто инвертируем значение регистра порт B. Включая и отключая светодиод. Вернее менять мы также будем сигнал сразу на всех цифровых портах водовыводы. А вот чтобы менять сигнал только на одном нужном нам порту PB0, можно воспользоваться следующим блоком кода. Так мы меняем только один бит и только нужного нам порта PB0, не затрагивая остальные. Соответственно PB0 здесь можно заменить на любой другой нужный нам порт. Размещаем ATTENI на макетной плате. Подключаем к USB-ISP программатору по схеме, о которой я рассказывал в отдельном видео. Ссылка в описании и подсказках. И добавляем к схеме светодиод с уже припаянным резистором на 220 Ом. Одну его ножку к минусу макетной платы. А вторую к первой ножке ATTENI 10, порту PB0. В инструментах плата выбираем ATTENI 10. О добавлении библиотеки в среду у Arduino IDE я тоже рассказывал. Программатор у нас USB-ISP. И нажимаем загрузить через программатор. В скомпилированном виде скетч у нас занимает 90 байт. Подключаем землю к минусу для запитки светодиода. И видим, что светодиод начинает у нас мигать раз в секунду. Если мы изменим значение FKPU на 8 миллионов, то светодиод начинает мигать раз в 8 секунд. Потому что данная константа используется при расчетах функции delay. Еще хочу отметить, что хотя библиотека для работы с ATTENI 10 позволяет нам использовать ардуиновские функции setup и loop, можно записать скетчи без них. Все, что размещено внутри функции main до бесконечного цикла while эквивалентно размещаемой информации функции setup, а все, что внутри бесконечного цикла while эквивалентно информации, размещаемой в функции loop Arduino IDE. Теперь перейдем к чтению цифрового сигнала. Для примера добавим к схеме со светодиодом кнопку. Разместим кнопку на макетной плате и подключим одну из ее ножек к третьей ножке ATTENI 10, которая у нас PB1. Соседнюю же ножку, с которой и будет происходить замыкание при нажатии кнопки, подключим к плюсу, чтобы при нажатии получать на порту PB1 логическую единицу. В одном из своих видео, где мы подключали кнопку, я рассказывал, что к схеме нужно добавить подтягивающий резистор, причем это может быть как внешний резистор, размещаемый на плату и подтягивающий наш цифровой пин к земле, либо внутренний резистор микроконтроллера, который у него подтянут к питанию и работу которого мы активируем в коде скетча. Тогда схема у нас будет выглядеть следующим образом. Начнем с варианта с внешним резистором. Берем резистор на 10 кОм и соединяем его с минусом макетной платы. Теперь перейдем к скетчу. Сначала я оставлю такое же, как и в прошлом скетче мигание светодиода. Вообще функция delay в данном скетче не используется, так что данную библиотеку можно было бы убрать, но если мы захотим добавить функционал обработки долгого нажатия, то библиотека пригодится. В общем оставим. Все равно пока мы не используем функции подключаемой библиотеки, скетч у нас больше места не занимает. В функции setup PB0 работает на выход, остальные в том числе и порт PB1, к которому подключена кнопка, работают на вход. Далее в функции loop объявляем булевую переменную buttonPress, которая будет равна единице если кнопка нажата и ноль если нет. Значение переменной мы присваиваем с помощью битовой операции. Данная операция означает, что нам нужно взять значение текущего логического уровня у первого порта, то есть PB1. А далее следуют условия. Соответственно у нас при нажатии кнопки buttonPress будет равно единице, что означает высокий уровень сигнала и светодиод загорится, а при нуле светодиод погаснет. Загружаем скетч в Ататине. Нажимаем на кнопку, светодиод загорается. Отпускаем кнопку, светодиод гаснет. Теперь перейдем к схеме с использованием внутреннего подтягивающего резистора. Убираем с макетки резистор на 10 кОм, а вместо питания подключаем кнопку к минусу, так как к питанию у нас подключен внутренний подтягивающий резистор микросхемы. Далее переходим к скетчу. Вначале без изменений. Данной строкой мы подключаем внутренний подтягивающий резистор к порту PB1. В функции Loop также вначале читаем состояние кнопки и в условии значения buttonpress нужно инвертировать по сравнению с прошлым скетчем, так как кнопка подключена теперь к земле, а не к питанию и 0 будет означать, что кнопка нажата и единица, что не нажата. Загружаем скетч. Снова подключаемся к минусу. Нажимаем на кнопку и светодиод загорается. Отпускаем, светодиод гаснет. И все это работает с использованием внутреннего подтягивающего резистора малыша ATTENI-10. Надеюсь видео получилось полезным. В следующем видео поговорим как работать с аналоговым сигналом на ATTENI-10. Тоже все будет живыми примерами. Спасибо вам всем за просмотр и до скорой встречи!